МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире 32-я встреча зум-кандидатов на парламентские выборы с Западной Арменией. Сыны Западной Армении Геборг Аршакян. Эпопея героизма. Сенат Испании единогласно принял заявление, осуждающее военные действия Баку против армян Арцаха. Сенат Чехии принял резолюцию о гуманитарных потребностях и ситуации армян в Арцахе. Лавров и Байрамов согласовали свои позиции на встрече в формате 3 плюс 3. Мусульмальские усыпальницы Восточной Армении. 19 октября состоялась 32-я встреча зум-организованная избирательной комиссией Национального собрания Западной Армении. Тема встречи – парламентские выборы в Западной Армении и Арцахе. Основной докладчик Арменак Абрамян отметил, что Западная Армения не принимает никаких договоренностей между любыми другими государствами, определяющих статус Арцаха и арцахцев. Арцах был, есть и будет провинцией Западной Армении, включая свою колыбель и коренной народ. В ходе встречи было еще раз подчеркнуто, что на территории Западной Армении Армения де-факто была признана на международном уровне 19 января 1920 года. Государство Армения включало Арцах, Нахаджеван-Джавах, современную армянскую республику Кавказа, Кирикию и, конечно же, Западную Армению. После того, как Армения была де-факто признана 19 января 1920 года. Также коснулись Северского договора и его значения. Армяне должны потребовать от подписавших государств рацифицировать Северский договор. Заявление о неприменении Северского договора или его замене является частью политики отрицания геноцида, совершенного против армянского народа, жертвами которого стали 2 миллиона человек. Президент Западной Армении Армена Кабрамян ответил на вопросы кандидатов на парламентские выборы Западной Армении. Подводя итоги, Армена Кабрамян отметил, что продолжит защищать права армян Арцаха. Подробности встречи Zoom можно посмотреть на нашей странице в Facebook. Геборг Аршакян, погибший во Второй Арцахской войне 1991 год считал своим годом. 21 сентября считал днем рождения. Геборг демобилизировался в августе. Узнав о начавшейся войне, собрал отряд и отправился на передовую. Геборг родился в семье историков. Был долгожданным ребенком. Воспитанием мальчика занимался дедушка, преподаватель юридического факультета Ереванского государственного университета, доцент Геборг Овсепян. Дедушка скончался через два месяца после смерти внука. Геборгу было всего 24. Одновременно учился и окончил с красным дипломом в факультет философии и психологии Ереванского государственного университета, юридический факультет, военный университет имени Пасгена Саркисяна. Работал в школе АйАспет учителем военной подготовки. Многие помнят Геборга по проекту «Самый умный», в котором он завершил вступительную речь словами Карегина Нэжде «Умри так, чтобы издвая смерть служила родиной». Старший лейтенант Геборг воевал с товарищами в родном Матагиси. Именно там Геборг прослужил два года. Выходя в прямой эфир на странице в фейсбук, говорил «Приветствую вас из королевства Матагиса». Геборг, узнав, что в Шуши все сложно, собрал ребят и отправился в Шуши, где получил ранение в ногу. Друзья предложили госпитализироваться, но Геборг отказался, продолжая сражаться. Геборг погиб 7 ноября, похоронен 9 ноября, день подписания трехстороннего заявления. Во время панихиды уже ходили слуги, что с Шуши сдали. Каждый раз, проходя мимо Ераблюжа, Геборг, приветствую героев, говорил отцу, за какие заслуги воины удостоились чести покоиться здесь. Геборг был уверен, что смерть обойдет его стороной, мечтая по возвращению с войны собрать весь род аршакянов. Вечная слава павшим в бою героям. Маркетолог, бизнесмен, бывший советник министра сельского хозяйства в Восточной Армении Арутюн Нацаканян поделился в своем микроблоге историей, которая стала причиной довольно обширных обсуждений. Нацаканян рассказал, что во время боевых действий, произошедших 13 сентября, когда уже наступило перемирие и планировался обмен телами погибших, один из азербайджанских командиров подходит к представителю нашей стороны, показывает тела четырех солдат и говорит следующее. После выяснения личности парней вы воздадите должное. Вчетвером они до конца воевали против нескольких десятков наших войск. Наша сторона, поняв, что не может взять опорный пункт, применила в их направлении всю возможную артиллерию и БПЛА. Когда мы поднялись на позицию и увидели, что их всего четверо, мы не поверили, что такое возможно. Лично я удостоился чести предстать перед их телами, положив четыре пули из личного оружия им на грудь. Нацаканян отметил, что армянская сторона не объявила день траура, имея более двухсот жертв. О этой героической эпопее говорил и Гагик Арушанян. Арушанян рассказал следующее. Мой сын Аруш вместе с друзьями добрался до Ишханасара и увидел, как эти ребята воюют до полудня следующего дня. Мой сын, сражаясь, погиб там последним. Парни, проявившие героизм на протяжении всей ночи до полудня следующего дня, ни на минуту не приостанавливали бой. Аруши товарищи пытались прийти на помощь в обход, но позиция с четырех сторон была под обстрелом. Ребята героически пали, так и не сумев добраться. Все возможное оружие использовалось на этой позиции. Несмотря ни на что ребята сражались до последнего и героически пали. Гагик Арушанян отметил, что имена погибших ребят нигде не указаны. Сенат Испании 17 октября на прошедшем пленарном заседании единогласно принял заявление, осуждающее военные действия, развязанные Бакуу против армян Арцаха. Заявление в частности говорится, что в ответ на военную операцию, проведенную властями Бакуу против армянского населения Арцаха, которая привела к гибели сотен армян и массовой миграции тысяч людей. Сенат решительно осуждает проводимые Баку безосновательные военные операции, которые угрожают региональной безопасности и стабильности. Призывает стороны восстановить дипломатические каналы и выражает свое неприятие в связи с неисполнением правительством Баку обязательств, взятых на себя прекращением огня от 9 ноября 2020 года и решениями международного суда, имеющими обязательную силу. Требует немедленного прекращения военных действий, напоминая о том, что правительство Баку рацифицировало Конвенцию ООН о предупреждении преступления геноцида и наказания за него. Осуждая, сожалеет о человеческих жертвах и выражает солидарность с армянским населением Арцаха и армянской общины, проживающей в Испании. Подчеркивает ответственность властей Баку в вопросе обеспечения прав и безопасности Нагорного Арцаха и требует, чтобы они разрешили прибытие в регион международных наблюдателей и гуманитарной помощи. Принимает во внимание и поддерживает усилия Верховного представителя Евросоюза и специального представителя Евросоюза на Южном Кавказе, считая, что Европейский Союз может и должен способствовать поиску переговорного, всеобъемливающего и долгосрочного решения конфликта. Сенат Чехии принял резолюцию о гуманитарных потребностях и положении армян в Арцахе. Резолюция, в частности, осуждает все формы насилия против населения Арцаха и призывает все стороны конфликта уважать основные нормы международного гуманитарного закона. Документ подчеркивает важность предоставления гуманитарной помощи и поддержки людям в пострадавшем регионе. Призывает правительство Чехии в пределах своих возможностей быть готовым предоставить помощь, особенно наиболее уязвимым людям, таким как матери с детьми и дети без сопровождения. Резолюция призывает Баку разрешить доступ международных наблюдателей в Арцах для наблюдения за обращением с местным населением, а также призывает все вовлеченные стороны воздерживаться от нанесения ущерба культурным и историческим памятникам Арцаха, сохранить мировое культурное наследие в этом регионе. Как сообщает МИД Российской Федерации, состоялся телефонный разговор главы МИД России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Баку Джейхуна Байрамба, в ходе которого обсуждались региональные вопросы. Лавров и Байрамов также обсудили вопрос деятельности консультативной региональной платформы 3 плюс 3. Баку, Грузия, Армения, Турция, Россия, Иран. Сференные подходы применительно к деятельности консультативной региональной платформы 3 плюс 3. Азербайджанский археолог Сабуи Гассейна в публикациях на своей странице в Facebook писал о мусульманской усыпальнице, которая еще в 2001 году была случайно обнаружена во время ремонтных работ в центре Еревана. В том же году в ней производились раскопки под руководством археолога Усика Мелкуняна, а архитектором Артаком Гуляном – Абмеры. Сабуи Гусейнов написал объемный текст о мавзолее, как всегда не забыл затронуть свою излюбленную антиармянскую тему. Якобы после обнаружения усыпальницы армянские археологи и исследователи скрыли ее существование от научной общественности и даже от армянского сообщества. Азербайджанский археолог пытается представить этот мавзолей как типичный элемент азербайджанской культуры. И именно этим объясняет факт его сокрытия армянскими учеными, которые иногда даже выдавали его за монгольский памятник с целью скрыть нежелаемую реальность. В другой публикации он отмечает, что об этой усыпальнице даже нет научных публикаций, что он узнал о ней совершенно случайно из новостного репортажа, снятого еще в 2001 году, на который он и ссылается. Наличие армянских и арабских надписей на стене раскопанной гробницей он считает откровенной ложу и искажением действительности со стороны армянской страны. Гусейнов также отмечает, что армяне намеренно сокрыли памятник и на руинах сооружений, являющегося для азербайджанцев священным местом, построили ночной клуб. Не вдаваясь в подробности столь абсурдного заявления азербайджанского археолога, напомним, что усыпальница была обнаружена во время строительных работ, которые проводились в подвале уже существующего и действующего клуба. Работы были приостановлены, производились раскопки. Археолог Усик Мелкуням, проводивший раскопки, упоминал об этой усыпальнице в научных публикациях. Ереванская мусульманская усыпальница упоминалась и была описана также другими армянскими исследователями. Например, архитектор Леонид Британицкий, более подробно описавший мусульманскую усыпальницу Хачена, заметил очевидное сходство между этой усыпальницей и церковью-усыпальницей в Егварде. Архитектором, построенной в 1301 году в Егварде церкви-усыпальнице Сурб Аст-Ват-Сацим был мастер Шагик Вартапет, о чем свидетельствует надпись, оставленная на капителе одного из окон. Существование усыпальницы не является тайной для общественности, ее никогда не прятали. На этот памятник ссылались различные армянские исследователи в своих интервью и публикации в соцсетях. Армянская научная мысль никогда не скрывала и не отрицала связь армянской культуры с христианской, исламской и другими культурами соседних народов. В результате этих взаимодействий каждая из них приобрела новые характеристики, обогатилась новыми достижениями. Мусульманские усыпальницы Еревана, Хачена, Ваноци и другие памятники – лучшие тому доказательства. И в завершении новостей послушаем песню в исполнении Вана Закаряна «Ах, тэнавэр». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!